приветствую друзья чего не могут понять молодые я специально текст себе написал потому что наконец выспался и понял что нужно написать и это не обязательно и чтобы ничего не забыть вот оно как друзья смотрите самое дорогое у человека это его личное время потому что его вам никто никогда не вернет время уходит безвозвратно смерть это застывший страх где-то по моему фрейд писал что депрессия это застывший страх но все нормальные люди вообще-то думают одинаково если хорошо выспались да и вот мы позавчера буквально с романом газенко делали видео и на чем мы сошлись в какой точке что пока человеку не покажешь не расскажешь он не видит он не видит да и с николаем сорокиным делали видео и это же самое оказывается нужно указать показать потому что человек настолько в себе погружен это целая планета пока ему не покажешь не расскажешь он не видит вот что интересно и вот теперь слушайте меня внимательно пожалуйста это очень важно как понять что ты наконец выспался потому что мозг не обманешь это же природа и вот пока ты не выспишься хоть на голове стоит как ты не старайся как ты не старайся чем бы ты ни занимался чем бы ты не занимался все равно что-то не получается что-то падает из рук ну что-то не выходит потому что мозг продолжает восстанавливаться пока не восстановится чем бы ты ни занимался как бы ты ни старался выспаться надо конечно природу не обманешь потому что пока ты не выспался не восстановился а я еще скажу о чем-то как еще восстанавливается мозг то мозг пока ты не выспался он не дружит с тобой а когда человек не дружит со своей головой как я сказал в одном из своих афоризмов он не знает об этом чтобы подружиться со своей головой надо наконец выспаться и вот в чем же проблема дело в том что пока ты не выспишься у тебя может занят нормализации восстановлением а не способен с тобой сотрудничать и заниматься сотворением обратили внимание да и ты все время удивляешься почему у тебя чего-то не получается как ты не стараешься ну проед какой-то не идет или там книгу ты пишешь или еще что-то но другое состояние мозг восстанавливается а не занимается с тобой созидательностью итак критерием нормальности является созидательность потому что человек по природе творец иначе он все время восстанавливается вот теперь послушайте признаки нормального состояния то какие какой это комплекс характерных ощущений которые соответствуют нормальному состоянию вот например при иглоукалывание когда ты попадаешь в точку комплексом характерных ощущениях специфических ощущений является тачи так называемая по-китайски феномен отдачи это такая вот ломотка распирание а не менее тепло отдача и радиация как будто током ударило чуть-чуть но как будто локтем ударился но при этом очень мало это феномен отдачи это комплекс характерных ощущений при точном попадании иглы в точку так вот когда чек нормальном состоянии у него тоже есть комплекс характерных ощущений и какой же это комплекс так вот посмотрите поскольку человек по природе творец стало быть у него состояние без шаблонов мышления без авторитетов без страха с абсолютной уверенностью решаемости задачи то есть состояние полноты энергии а полнота энергии это если вы вспомните свое детство например это игривость это игривость такая полно энергии через край ты играешь ты творишь ты в этот момент не задумываешься получится у тебя что то или не получится у тебя нет никакого страха ошибки это удивительное состояние если вы сейчас помните вот эту игривость эту шаловливость у девочек кокетство да 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 это много энергии улыбчивость такое источение обаяние когда полно энергии когда ты хорошо понимаешь и чувствуешь что и как надо делать ты творец да подумайте это как раз таки и там есть какое-то глубинное чувство внутренней правды вспомните свое детство вот это глубинное чувство внутренней правды что вы правы да если конечно вам не загубили детство каким-то агрессивным неправильным воспитанием неправильно воспитали вместо того чтобы хвалить за ваши хорошие поступки и правильные действия если вам взрослые по ошибке или по своему какому-то нездоровому состоянию больше ругали а не хвалили ну конечно конечно культурной семье больше хвалят за хорошее чем ругают за плохое чтобы утвердить это хорошее чтобы востребовать это в следующий раз чтобы вам хотелось быть таким хорошим вот я никак не мог понять почему я все время раздражаюсь что моя дочка шейла ходит с такой прямой спиной как королева я никогда не мог понять чего она такая гордая ходит спинка такая прямая просто обалдеть окажется потому что это моя любимая дочка она же здесь все привыкла что папа ее любит и поэтому все время так происходило чтобы все время конфликтуем и теперь я горжусь своей дочкой шелы и ален мой такой же интересный парень вот я недавно смотрел он сайт свой сделал я очень поздравляю своего сына психолога они у меня оба психологи профессиональные очень профессиональные очень такие опытные и мудрые я папа горжусь этим потому что вот возрождается такая вот знаете раньше были династии но династии раньше были стали литейные промышленности или еще в какое-то они шли так сказать ну династии там шахтеров там сейчас опять возрождается потому что одно время нельзя было чтобы детей хвалить там чтобы они были в одной когорте с тобой одним делом занимались а я как раз таки вот так вот их держал рядом с собой постоянно никуда не отпускал они всегда были моими замами в центре защиты от стресса я всегда чувствую что это моя школа и теперь горжусь и дочкой своей мы будем вебинар с ней сейчас сделать и сыном своим аленом горжусь да недавно посмотрел я его сайта он оказывается там своими картинами этот сайт свой украсил ну я ему там написал ален поздравляю во первых во вторых ты указал что это твои картины там которыми это раскрасил раскрасил свой сайт ну это очень здорово когда ваши дети которых вы любите вырастают и становятся вашей гордостью моими да действительно я ими горжусь это очень здорово и гретка своей горжусь и максиком который человек будущего потрясающий у меня правнук это просто поразительно а теперь и другой правнук алена внук мой правнук еще один а его имя а его имя когда я узнал как они его назвали я просто ну почему так сделали его имя как у меня ха-сай а это оказывается свет идущий сверху это такой вот ну если его раскрывать мне доктор накамацу это сказал что мое имя ха-сай свет идущий сверху ну и по-арабски если посмотреть это очень что-то необычное да ну короче говоря понимающие люди понимают о чем я говорю ну конечно я горжусь что у меня такая семья а куда мне деваться и теперь хочу сказать главное я сделал в прозе роу там такой текст вы наверное его читали кто интересуется моим творчеством наверное читали а вот эту фразу кто интересуется моим творчеством я как-то услышал у валя никулина который был актером валентин никулина ну вы наверное все его знаете фильмы смотрели но потом еще об этом поговорим потому что мы сейчас раз в неделю договорились актером известнейшим анкудиновым андрюшей проводить встречи для того чтобы собрать всех ветеранов кино и театра и подарить им метод ключ чтобы они жили дольше творили вы получили вторую молодость ну да да у нас сейчас будет очень интересно и интереснее полезнее и полезнее и вот теперь я хочу что сказать насчет этики и здоровья насчет совести и пути к счастью вот я написал там в прозеру у человека так все устроено я хочу вам кстати заметить что сам селье ганс селье создатель теории стресса в конечном счете он начал заниматься этикой почему потому что он в конечном счете задался вопросом почему сказано тысячи лет назад люби ближнего до сих пор это не происходит и он изучал эти механизмы и потом как то написал что может потому что надо вести себя так чтобы ближний тебя любил ну видите как интересно так вот это уже про этику и здоровье потому что и как мой любимый лев николаевич толстой очень понимаю что все взаимосвязано и что совесть и мораль так называемая нравственные духовные начала это не просто нам с неба упали это некий единый закон и природы внутри нас мы же в этом рождены внутри нас это совесть это компас нашей жизни и вот оказывается и с этим согласен конечно и зигмот фрейд потому что я его почитал посмотрел оказывается мы все мыслим одинаково просто разными словами об этом говорили но если вы почитаете фрейда вы тоже опять это увидите вот теперь я вам скажу что я думаю по этому поводу это тоже самое только говорю более современным языком этика и здоровье совесть и пути к счастью все грехи постыдные поступки страхи и психотравмы должны быть осознанные проработаны разгрузкой они вытеснены эмоции должны быть отреагированы иначе психозоматические нарушения заболевания есть люди которые никак понять не могут почему пьют алкоголь или болеют или находятся в тревожном состоянии или тревожно-депрессивном состоянии оказывается кто-то из них когда-то например выкинул кошку или собаку и думал что привык к своему поступку а другой испугался какой-то момент и от страха совершил постыдный для себя поступок это психотравма никуда не ушла она была вытеснена подсознание и создавала потенциал напряжения а он никак понять не может почему у него депрессивный фон почему у него такое состояние тревожности потому что он вытеснил эту психотравму это патологические доминанты не интегрированные целостность организации психических физиологических процессов личности нуждается в разгрузочных действиях в очищении в разных методах они называются по-разному ну например и в религии то есть исповедь есть покаяние есть методы там клиринг называется очищение а в методе ключ в самом современном методе сегодня в мире это называется ключевой разгрузкой тут же происходит выход на ноль и через это перезагрузка которая после нескольких самостоятельных повторений дает проработку и выход нормальное состояние то есть состояние творческое из восстановительного состояния состояние внутренней борьбы и состояние внутреннего парадокса внутреннего противоречия внутренней вот этой вот не успокоенности души да потом выходишь на нормальное состояние через ноль или тут появляется позитив надо освобождаться от всех негативных эмоций надо освобождаться от этого мусора в голове а вот как делается это в ключе в ключе в отличие от других методов например не надо копаться в этом в этом балласте мозга не нужно копаться достаточно просто вспомнить счастливые состояния жизни а балла сам вылезает да вот же в чем собственно говоря ключевая разгрузка такого в мире раньше не было ты вспоминаешь свое собственное личное пережитое раньше счастливое позитивное состояние и вдруг у тебя градом слезы идут потому что на контрасте моментально включаются разгрузочные механизмы мы об этом еще поговорим и мы сейчас будем делать вебинары там обязательно это будет и все разгрузку получит каждый получит свою разгрузку мы даже можем не говорить о том какие у кого там проблемные ситуации человек сам вспоминает свои счастливые моменты жизни да но там будет дана схема техника и дана будет алгоритмика этого как это правильно делать чтобы это было быстро и прямо на глазах получать результаты чтобы все не только получили но и все остальные тоже и удивились и тоже могли научиться да это удивительная штука ключевая разгрузка с перезагрузкой когда вы из восстановительного состояния моментально переходите в нулевой вот это безмятежность когда у вас неандреналин плещет как на войне с кем-то как будто на вас кто-то нападает а эндорфины это вот до крыльная система включается в позитивном ракурсе и там происходит залечивание внутренних болячек не только душевных но и телесных это удивительная штука поэтому этим уже занимается у нас за эти годы за эти годы миллионы людей и поэтому свое время я получил книги рекордов российских достижений такой сертификат так называемый с печатью эта книга связана как-то с рекордами геннесса о том что у меня как раз таки самые успешные самый быстродействующий метод в мире я конечно этим очень горжусь у меня есть такая печать так сказать ну послушайте совершенно недавно меня какой-то молодой человек неожиданно видимо он даже не прочитал в ютубе в описании под роликами кто я такой и приглашает меня по невидению приглашает меня на некую конференцию которая посвящена моим уже методу и чтобы я там как спикер участвовал ну как-то немножко это несуразно правда но хотя бы надо прочесть кто и что я живет человек уже поживший вот ну поэтому я начал чего не знают молодые молодые должны знать что уважать должны старших это во первых итак особенностью ключа является то что здесь не следует копаться в себе чтобы или психолог копался в тебе не нужно этого вот вы увидите на вебинаре решила и мы будем сейчас проводить совершенно этого не требуется оказывается и вот это вот практика когда вот человек как клиент приходит психотерапевту или клиенту и начинает ему рассказывать свои проблемы оказывается все это не нужно нет оказывается совершенно нужна другая стратегия позитивная стратегия и сам баланс сам выскакивает и нервными тиками производится и слезами производится и зеванием производится и какими-то движениями спонтанными производится то что человек на самом деле всегда и делает и считает это своими невротическими проявлениями не может понять откуда они берутся это разгрузочные действия друзья которые он себе скованно держит а это как организм пытается ему дать освобождение и это проявляется как вот этот балласт а если он делает ключевую разгрузку это все тоже сразу стихает он от этого освобождается вот этих невротических и психосоматических нарушений восстанавливается корректируется это же удивительная штука ладно мы потом на вебинаре обо всем этом поговорим таким образом этика мораль совесть и организм здоровье и психосоматические проблемы все взаимосвязано поэтому селье автор теории стресса прав на прав да я тоже прав вообще мы все думаем одинаково все авторы которые что-то создали потому что они очень были беспокоены тем как правильно понять то что они делают были искренне своих потугах в работе и все так люди мы же все творцы все так так же вот кто искренне делает то на чем он работает имеет это чувство внутренней правды кто помнит каким он был маленьким и носит себе это детство да он обязательно прав до встречи друзья просто иногда у нас духу не хватает иногда поэтому нам нужно чтобы кто-то нам как я сказал показал рассказал и мы тогда поверили да я же тоже так думаю да да вот именно у кого-то побольше духа у кого-то побольше возраста поэтому мы все взаимосвязаны единым человечеством до встречи друзья мне кажется я сумел все это рассказать может было немножко долго но я старался искренне я много сказал хороших вещей до встречи а